А мы начнем с того, что синоптики прогнозируют очередное декабрьское похолодание. Да что прогнозируете уже? Если посмотреть на термометры, то увидим, что похолодание уже воочию. И сегодня ночью будет минус 24 градуса. Дальше еще холоднее. Правда, к выходным синоптики обещают, что будет чуть теплее. Вот, кстати, изменение погоды, я не знаю, как то, я определяю всегда по своему коту. Когда морозы где-то близко или вот-вот, кот всегда складывается калачиком, кладет кончик хвоста себе на нос и большую часть дня проводит в сне. То есть сразу понятно, что действительно погода не теплая. Хотя уже, казалось бы, квартира, отопление и прочие атрибуты. Калачиком для кота норма, хуже, когда он будет сворачиваться куличиком. Но мы готовы показать видео спуска на воду в суровых зимних условиях судна. Судна спустили на воду в январе этого года, но были такие же декабрьские холода, как и сейчас. Минус 19 тогда было в январе. Вот как думаешь, Илья, сложно спустить судна на воду, да и еще при таких погодных условиях? Главное не спускать его прямо в лед, как минимум провести какую-то подготовительную работу. Но мы можем сколько угодно с тобой балагурить на эту тему. Есть кадры, которые как раз и показывают, как обычно в таких зимних условиях это все и проходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сухогруз Виктор Андрюхин успешно эту навигацию отходил. Теперь, наверное, какие-то ремонтные работы предстоит сделать, а завод Красное Свермова, к счастью, нижегородцев не простаивает. Еще несколько судов подобного типа должны спустить на воду в ближайшее время. Сегодня в нашем эфире тема серьезная глобальная детская безопасность. Вернее, как привить культуру безопасности современным детям. Чего греха таить? Все, казалось бы, есть. Телевидение, комфортные условия. И родители стараются, и интернет. Но очень часто чувство опасности притупляется у детей современных. Это факт, о чем мы говорим. Илья, давайте будем говорить не просто о безопасности. Потому что чаще всего, как мы подразумеваем под опасностью, что? То, что какой-то дяденька за углом, да? Вот какая-то реальная угроза, которую мы видим воочию. Но в последнее время чаще приходится говорить о кибербезопасности. Безопасность в цифровом пространстве. Вот это намного важнее. И теперь уже на одной из современных отечественных онлайн-платформ появился такой цикл мини-фильмов, если можно так сказать, которые как раз посвящены цифровой безопасности. Сделано все по-серьезному. Снято, я бы сказал, даже кинематографично. Так или иначе. Поэтому уже с сегодняшнего дня можете брать на вооружение. Альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился на платформе ВИНК. Уже это есть. Действительно, несколько мини-фильмов, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз. И все это снято режиссером Данилом Бергером и творческим объединением группа товарищей. Но прежде чем мы с режиссером уже воочию встретимся на этой площадке, правда встретимся тоже виртуально, давайте посмотрим трейлер одного из эпизодов. И это будет виртуальная реальность. Вау! Ого! Класс! Ого! Класс! Фу! Мда уж! Это как вообще? Вот коротенькие такие, как это называется, трейлеры сейчас доступны, потому что увидеть полную версию можно будет, собственно, только на онлайн-платформе. Но это же серьезная работа, кинематографическая, прежде всего, как мне кажется. И должен заниматься серьезно человеком. По картинке получилось все очень красиво, и знаешь, когда я показывал нашей режиссерской группе эти работы, ребята уже сказали, да, впечатляет, хотя это всего лишь трейлер, полный формат мы еще не видели. Видел только создателей, кто готов на эту платформу, платформу Винг, заступить и посмотреть. С нами на видеосвязи сейчас режиссер Данил Бергер. Данил, добрый день. Добрый день, Данил. Здравствуйте. Вот как это можно правильно обозначить, вот эту серию вот этих вот фильмов, роликов, это, не знаю, там, игровое, неигровое, социальное кино, если можно так сказать? Вы сами как бы это определили? Ну, для меня было важным снять такие фильмы, которые были бы интересны детям и взрослым, не только как инструкции, а именно как, ну, какие-то вот, действительно, просто фильмы. В конце каждого фильма идет анимированная инструкция, говорящая о том, как правильно себя вести в цифровом пространстве, но, как мне кажется, вот сейчас все-таки, ну, такое время, когда дети не очень любят инструкции, дети любят все изучать сами и большую часть информации они черпают из собственного опыта. Вот, я хочу, чтобы эти фильмы заменили бы им негативный опыт, вот, и дали понимание того, как не надо себя вести и как надо себя вести в интернете. Цель благая, но, учитывая, что современная медиа-среда подростков, это ТикТок, да, вот эти вот короткие ролики по нескольку, буквально, там, десятков секунд, иногда даже меньше, сложно ведь, наверное, держать напряжение детей. Вам это удалось, как вы считаете? Ну, да, судя по всему, ну, скажем так, судя по премьере в кинотеатре, судя по моим собственным тестовым прогонам в цифровой среде, да, удалось, то есть, там, глубина просмотра доходит до 100%, практически, в 70, точнее, глубина просмотра 100%, в 70% от всех просмотров, это, ну, хорош такой результат. Две трети зрителей, как бы, ну, объясняю наши зрители, досмотрели до конца, смотрели каждую минуту. Ну, наверное, по этому целью и ставили ваша режиссерская группа делать именно короткие такие фильмы, потому что по часу смотреть детям сложно, мы сейчас любим покороче, 6, 10, 12 минут, правильно? Да. Даниила, буквально пару лет назад вы снимали в Нижнем Тагиле примерно о том же самом, о безопасности, и тогда проект назывался «Город без опасности». Вот прошло какое-то время, опасность для детей, она меняется, она становится какой-то другой? Ну, я хочу немного, да, рассказать о том проекте. Это вообще как раз был мой самый первый опыт столкновения с детской тематикой. Когда мы снимали этот фильм совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», вот, но уже тогда я понимал, что достаточно небольшое число детей там пойдет действительно в лес за грибами и заблудится. То есть, да, это очень страшная ситуация, реально, я понимаю, как это страшно там для родителей и для всех окружающих, когда ребенок теряется в лесу. Но, будем откровенны, таких детей не очень много. Вот, как вы правильно отметили в начале нашего разговора, детей, которые сейчас подвергаются угрозам интернет-пространства, их намного больше. Вот, и поэтому, вот, когда я начал придумывать этот проект, я подумал, кто бы мог меня проконсультировать, потому что понятно, что поисково-спасательный отряд в этом деле не поможет. Вот, и я познакомился с компанией «Ростелеком Солар», которая занимается как раз вот вопросами кибербезопасности на самом высоком уровне, можно сказать. Вот, и они начали меня консультировать. Потом подключились еще какие-то компании, которые тоже очень помогли мне, включаться там, НСПК, это «Эмоциональная система платежных карт». Вот, и, в конце, вот, получился такой проект. Интересно, то есть вы прямо вот идете сознательно по этому интересному пути, трудному, но интересному, потому что, наверное, сейчас время коммерческое, многие занимаются вещами коммерческими, снимают бесконечные елки какие-нибудь, да, или еще такое, вот, человек занимается другими вещами. Давайте сейчас вместе... Я занимаюсь своей другой жизнью обычными коммерческими вещами. Хорошо, пойдем. Социальному тоже остается место. Давайте вместе с Данилом сейчас посмотрим трейлер еще одного мини-фильма. Называется он «Лучший подарок». О том, как радостные поиски подарка, вот, например, в предновогодней ситуации, которая сейчас есть, может обернуться печальными последствиями. Анна Михайловна, здравствуйте. Служба безопасности банка. Ой, это не Анна Михайловна. Мама сейчас в ванной. Вы ее дочь? Да. Назовите свое имя. Вика. Все верно. Виктория, в данный момент злоумышленники пытаются получить доступ к банковскому счету твоей мамы. Нужно срочно заблокировать операцию. Ты сможешь... Ой, да, я сейчас позову маму. Мама! Стоп, на это нет времени. Прямо сейчас преступники взламывают пароль. Мы отправили на телефон твоей мамы СМС с кодом. Ты должна продиктовать его, чтобы мы могли остановить мошенников. Назови цифры. Ой, да, я сейчас. Вика, быстрее. У нас осталось всего пять секунд. Три ноль ноль семь ноль девять. Алло. Алло. Получилось? Да, напряжение держит. Классическая история. У меня мурашки похожи, потому что у меня ребенок примерно такого же возраста, и я прекрасно понимаю, что ребенок с благими намерениями пытается спасти банковскую карточку мамы, и, конечно, все вопреки благому желанию получается ровно наоборот. А здесь не только для детей, я бы сказал, для некоторых взрослых очень полезные инструкции, если полностью посмотреть. Сейчас, Даниил, мы видели, что дети тоже играют в этих как раз фильмах роли. С детьми ведь всегда тяжелее работать. Да, уж пример Яралаша, извините, что вспоминаю о нем, но не могу не вспомнить. Это сложная большая работа. Вам с детьми легко было? Они вас как режиссера слушали? Или, может быть, даже свои какие-то вносили коррективы в съемочный процесс? Они вносили коррективы не только в съемочный процесс, но и в сценарии. Все сценарии, когда я их написал, я обсуждал с детьми, с подростками, со своими знакомыми, с теми, кто будет играть. И их свежий взгляд очень помог. Где-то мы концовку поменяли, где-то какие-то фразы более подростковые вставили. Но вообще мне с подростками очень комфортно работать, действительно. От них чувствуешь очень большую отдачу. Но это и чувствуется. Мы сейчас смотрели трейлер. Очень часто, к сожалению, видно, когда ребенок не заинтересован в съемках. Такое часто бывает. И на камеру всегда это очень видно, когда такая пластиковая игра, чтобы взрослые дяденьки с камерами. Отстались здесь немного по-другому. Не знаю, какую зовут девчонку, которую мы видели. Но она большая, молодец. Актриса. Альбина Шмидт, абсолютно случайно найденная девочка, живущая в городе Пушкино, Московской области. Вот ведь как. Большая умница. Данила, вот из мини-фильмов есть разные тематики. Часть мы уже показали, часть покажем чуть позже. Там будет и буллинг, там будет и опасность в соцсетях. Вот как вы думаете, удалось все темы кибербезопасности затронуть? Или еще есть над чем поработать? Естественно, тема эта, не могу сказать, что бесконечная, но гораздо более объемная, чем мне удалось показать. Я взял не то, чтобы самые распространенные даже угрозы, но я взял самые опасные, на мой взгляд, для ребенка. Ну, там за исключением как раз вот мошенничества с банковскими картами. Остальные темы, они, скажем так, угрожают иногда здоровью и даже жизни. Много и других опасностей, поэтому, в общем, как-то, ну, наверное, в следующем году, если получится, там, если будет время и возможность, я сниму там еще 3-4 фильма. Ну да, чтобы был альманах только ширился и разрастался. Спасибо большое за возможность пообщаться. Знаем, что мы Даниила Бергера вырвали просто из съемочного процесса. Мы как раз отвлекаем, а режиссер Даниил Бергер был с нами на связи, автор вот такого альманаха из шести мини-фильмов о кибербезопасности детей. Но вот представьте себе, вам на телефон поступает сообщение, непонятное, тревожное сообщение. Как с ним быть? Открывать, не открывать, пересылать друзьям, не пересылать, отвечать, не отвечать. Вот этот вопрос также поднимается в одном из мини-фильмов под названием «Максимальный репост». «Максимальный репост» Ань, подожди. Никит, Никит, пойдем быстрее, пожалуйста, нам надо бежать. Куда, Ань? Это уже началось. Да что началось? Можно сколько угодно с детьми разговаривать дома, это, конечно, тоже очень важный момент, с детьми говорить нужно, но можно и вместе посмотреть вот такие мини-фильмы. Это полезно и для детей, и для взрослых. Мы прямо сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом вернемся в наш эфир. Продолжается эфир. Да, Оксата, и ты хочешь сказать, что эфир тоже продолжается. Конечно, потому что мы сегодня говорим о безопасности наших детей в цифровом пространстве. И согласитесь, оттуда опасности сейчас гораздо больше, нежели в открытой реальной жизни. Мы с одним экспертом поговорим буквально через одно мгновение, после того, как посмотрим еще один мини-фильм, который говорит о том, что подросток решил заработать себе на новый телефон. Каким образом? Да предложили ему побыть наркокурьером, а за это предложили большие-большие деньги. Правда, не сказали, что за это потом тюремное наказание от 8 до 15 лет. Круто, пацан поднялся. С чего он, друг? А ты не знаешь, что ли? Не, а что? Да он кладменом стал. Круто. Круто, пацан подняли. Круто. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Так легко и так беспечно Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok